Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1434. События дня. Псалом 68, со второго стиха. Спаси меня, Боже, ибо воды дошли до души моей. Я погряз в глубоком болоте, и не на чем встать. Вошел во глубину вод, и быстрое течение их увлекает меня. Я изнемог от вопля. Засохла гортань моя, истомились глаза мои от ожиданий Бога моего. Ненавидящих меня без вины больше, нежели волос на голове моей. Враги мои, преследующие меня несправедливо, усилились. Чего я не отнимал, то должен отдать. Боже, Ты знаешь безумие мое, и грехи мои не сокрыты от Тебя. Да не постыдятся во мне все, надеющиеся на Тебя, Господи Божий сил. Да не пострамятся во мне ищущие Тебя, Божий Израилев. Ибо ради Тебя несу я поношение, и бесчестьем покрывает лицо мое. Чужим я стал для братьев моих, и посторонним для сынов матери моей. Ибо ревность по доме Твоем снедает меня, и злословия злословящих Тебя падают на меня. И плачу, пастясь душою моею, и это ставят в поношение мне. И возлагаю на себя вместо одежды вретища, и делаю для них притчу. А мне толкуют сидящий у ворот, и поют в песнях пьющее вино. А я с молитвой моею к Тебе, Господи, во время благоугодной Божьей, по великой благости Твоей, услышь меня в истине спасения Твоего. Извлеки меня из стены, чтобы не погрязнуть мне. Да избавлюсь от ненавидящих меня и от вод глубоких. Да не увлечет меня стремление в вод. Да не поглотит меня пучина, да не затворит надо мной пропасть зева своего. Услышь меня, Господи, ибо благомилость Твоя. По множеству щедрот Твоих призри на меня, и не скрывай лица Твоего, от раба Твоего, ибо я скорблю. Скоро услышь меня. За 16 ноября 2019 года. На обращение. Барабаш Игоря Александровича. Да я его на это подбил. Обратись, полбу не ударит. Может, кто-то и поможет. Найдутся люди, которые могут помочь. Купить комбайн. Это не 2 рубля. Но это кормилиз наш. Землепашис. И вот о них ролики о барабашах. Посмотреть, что тут все без обмана, как и есть. Ну и далее, как всегда, тут на моя переписка за день. Считайте и курсором приостанавливайте. Я буду более ускоренно перелистывать. Как будто. Вот. Вот. Тарахиль Спрашивает Поехать не поехать Там сыну помочь где-то И мой ответ Поехать не поехать О каком-то колдуне Тут речь пошла Разделились во мнениях Тарахиль Ручкин Александр Семенович Вот колдун Все опять Александр И везде вот все смотрю Вот я стал приглядываться Почему? Что в этом такое? Не знаю Креста не носит Крашеная грива Ему не 90 лет Оказывается 60 Гречи бубны И прочая лабуда Вот переписку Мою Сергей Евтушенко Обработал Интересно Большая работа И ролик Я его ужал С двух Почти два гигабайта А потом подумал Там буквы И они будут Более расплывчатые И не стал делать Пускай целый день закачивают И поместили Два стихотворения Моих тут же Без веры в Бога Если Бога нет Без веры во Христа И воскресенье Определиться Чем тогда добро и бред Чем проигрыш И выигрыш оценим Какая разница Все по боку Под хвост Страданием Оправданий Не наклеишь Ты все равно умрешь Ответ так прост Хотя в музее Спроводят Лучший лемех Я знаю Хитрые лукавые Восстанут Мол в памяти народной И во внуках Мы остаемся с ними А они с нами Утешься тем Что крышкой полбу стукнет Э нет Живые мыслят о живом Животрепещущие Несмогильным тленом Все абсолютно Пустится на слом Смерть хряснет Хрупко через свое колено Зачем быть добрым Биться за здоровье И для чего страшиться Грешных мыслей И жертвовать Зачем нажитым Кровным Конечно То не может нас возвысить От трезвости хлопочет И оспортит Но для чего Когда за гробом пусто Болезнь любая Замыслы испортит Здесь не поможет Интеллект Искусство Но если знаешь Что с тобой Христос Избавивший от смерти И гиенны Могилу Приносит веник Целой аптеки Неполезней Ручкин Ручкин Наталья говорит А где у него благовестие Где прямое Всповедание Господа Иисуса Христа Где Библия у него В Рустах Где крест с шеи И тот Итог какой Как профессор любит Когда его называют Этим именем Стих из Писания Павлом Совсем не подходит К сионистам Которые не исповедуют Господа Иисуса Христа Пришедшим во плоти И воскресшим Писание надо знать Толкование стихов Чтобы знать Как применить А просто так Как нравится Сергей доктор И профессор Наталья Усата Сергей И спросите У Бога Дар разрешения Духов Во время Своего покаяния По Евангелию Я именно Бога просила Разрешения У Бога Разрешения Духов Так как Лжи много Больше Чем истины Сейчас в мире Но и Якова Своего тревога Своего тренировки Как Своему тренирую Я пишу на это. Он пришел, когда мы спим. Римлянам 11.20. Хорошо. Они отломились неверием, а ты держишься верою. Не гордись, но бойся. То есть, как все к месту. Сергея. Девтушенко. Целую, и вас я низко кланяюсь. Через вас мне открылась истина. Я об этом просил Бога. Ну, приглашаю в Потеряевку. Вот это переписка. Тут она закончилась уже. Ну, как будто бы все. Сергей, Игнатов что-то еще зашел. Хотя я потом возьму уже на другое. А то прошлое, значит, уже. Ну, что прошедший день. Дома сижу. С кошками, с птичками занимаюсь. Ну, и в чатру летки много времени провожу. Вечером богослужение было. День всегда наполненный. Вот сегодня, на следующий день даю отчет. Встал в третьем часу, в двадцать с чем-то. Все. Уже не ложиться. Спрашивает, а во сколько ложитесь. Я, как правило, ложусь, ну, желательно не раньше девяти. А бывает, до десяти дольше засидишься. А вставать-то все равно в то же самое время. Так что выгода тут небольшая. Спать охота. Сила-то уже не та. Дремлю. Печатая. И во время печатания заснул. И о клавиатуру сунулся, носом разбил уже два раза. Три раза было. Боюсь даже уже садиться. Маленько бывает сяду, глаза зажмурю тогда к стенке головой. Вот так. Вот так.